Здравствуйте! Это программа «Вопрос эксперту». Я Айгуль Габдрахманова. Айгуль Габдрахманова, директора молодёжного центра «Салят». Мой ребёнок не знает татарского языка, но очень хочет попасть в лагерь «Салят». Есть ли возможность у таких детей поехать в лагерь? Или знание татарского – это обязательное условие? Мы принимаем детей с разным уровнем знания татарского языка. У нас есть лишь одна смена, на которую могут попасть одарённые деятели, победители предметных олимпиад, конференции, вместе с тем свободно владеющие русскими и татарскими языками. Она называется «Салят Раушан». Во все остальные профильные смены в этом году вместе с форумными сменами, а их всего 33, попадают дети с разным уровнем знания языка. На входе мы никогда не спрашиваем уровень владения языком. Это могут быть и свободно говорящие на татарском дети, и вообще не знающие языка на сегодня. Важное условие – желание изучать язык. Соответственно, попадая в языковую среду, которая отражается в культурных мероприятиях, в отрядном времени, в свечках и прочих лагерных мероприятиях, дети проявляют интерес, мотивацию к изучению языка через кричалки, общение внутри отряда, всевозможные творческие мероприятия. Например, идет КВН на сцене, все шутят на татарском, русском языках, и все дети смеются. И уже не знающие татарского языка, у них тоже появляется желание изучать язык, свободно общаться, быть в контексте здесь и сейчас. В Салят читается, что татарские и русские языки – это дополнительный ключ к огромному количеству языков. Не зря появилась пословица «Чем больше языков ты знаешь, тем ты богаче». Наша цель – создать среду, в которой ребенок может начать изучать языки и погрузиться в языковую среду. Никакого абсолютно барьера на попадание в профильные смены по языковому принципу у нас нет. Также важно подчеркнуть, что именно ценность языка – это никак не связано с национальностью, вероисповеданием и прочими моментами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!